МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рад приветствовать вас на телеканале «Импакт». Это прямой эфир. Спасибо, что вы с нами. Петр Иванович Пасечник, приветствую вас. Приветствую вас, приветствую всех также, кто нас видит сейчас, слышит, радует вместе с вами в это время. Это второй эфир? Да, это второй эфир. Не последний эфир. Мы обусловлены были ранее с вами о том, что мы проведем целый ряд эфиров на тему откровения. Петр Иванович несет служение старшего пастора. Здесь, как мы говорим, в престольном прекрасном солнечном граде сакрамента столицы славянского мира. Кроме этого, вы возглавляете в порядке череды СИПА, это славянскую ассоциацию поместных церквей. И кроме этого, вы преподаете в семинариях, скажем, по всему лесу земли. Ну, как дает Бог. Да, да. И поэтому, как мы говорим, welcome back. Спасибо, спасибо. И я знаю, что кроме всего перечисленного мною выше, вы прекрасный собеседник. Чего? Слава Богу, это все. Когда мне после первого эфира звонили люди и служителя, и даже близкие мне люди говорят, это прекрасный собеседник, как вы могли потерять этого служителя последние 10 лет? Я говорю, Бог вовремя все делает, и Господь никогда не опаздывает. Поэтому мы будем упущенно возобновлять. Кроме этого, мы говорим относительно того, что ваши церковные служения, проповедя, будут идти в рамках уже эфирного времени на регулярной основе, пока мы будем решать все технические вопросы. Поэтому, Петр Иванович, тема апокалипсиса, как мы говорим, учения о науке, об эсхатологии, это интересная тема. И прежде, чем я дам вам слово, мы до эфира говорили много об этом, мы возвратились на днях из длительной поездки по Европе. И что я заметил, к сожалению, что Европа, она явно не готовится к пришествию нашего Господа Иисуса Христа. Умы, настроение, поведение людей говорят о противоположном. Это накопление, это хорошая жизнь, это хорошие условия. И говоря территориально, это не только касательно Европы, в Америке, наверное, к сожалению. Но это не у всех. Есть категория людей, невидимая, невидимая, может быть, для людей, но в духовном мире реальная категория, которая все-таки, которая не безразлична, что же Писание говорит о последнем мире, какие предостережения Слово Божие говорит. И поэтому об этом мы будем говорить и в основу нашей беседы. Я положу как раз, это с первой главой книги Откровения, Откровение Иисуса Христа, который дал Ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал пославонное через ангела своего, рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. И третий стих, и на этом остановлюсь. Блажен читающий и слушающий слова пророчества этого и соблюдающий написан в нем, ибо время близко. По-моему, это последняя глава книги Даниила, говорит Даниилу, Даниил, иди, ибо запечатаны и сокрыты слова книги пророчества сей до последнего времени. То есть, сокрыты и запечатаны, по-моему, так дословно. Здесь же в предпоследней или последней книге Откровения говорят, не запечатывай слова, ибо время близко. То есть, мы видим разницу 700 или 600 лет, от времени Христа было до Даниила, где-то так. Ну и здесь мы имеем почти 2000, почти 3000 лет прошло, и Откровения в конце веков говорят, не запечатывай, ибо время близко. Итак, блажены соблюдающие и блажены слушающие. Вот наши зрители, они сегодня слушающие, они блажены, вы сегодня очень блажены. Вам слово, Петр Иванович. Вы знаете, этот вопрос, который вы сейчас затрагиваете, это очень насущный вопрос последнего времени. Люди в этот 21-й тревожный век живут, и очень многие встревожены. Что же будет завтра? Что будет через год со мной, с моими детьми? И потому Бог, который заботится о нас, Он хочет нас уведомить, Он хочет нам подсказать, что же все-таки ждет впереди. И сегодня очень много для того, чтобы заглушить голос Божий, когда Бог хочет нам подсказать, что будет, и Он с целью той, чтобы нас подготовить к этому, не с целью нас устрашить, что будет там великая скорбь, какие переживания, но через это нас подготовить, чтобы мы прошли, остались верными Ему, но при этом есть та сила, которая действует для того, чтобы заглушить, как вы сказали в Европе, о реакции, потому что тысячи голосов в эфире сегодня заглушающих эту истину, и потому блаженны те, которые сегодня среди всех этих голосов умеют различать и слышать голос Божий, который призывает и говорит об этом, об этих моментах, что вы говорите, я дополню еще так же, что и Христос сказал, Матфей записал 24 глава 13 стих, говорит, и так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, который придет Сын Человеческий, время приближается, нам неизвестно это время, и мы должны готовиться для того, чтобы пройти, остаться верными и унаследовать небесную обитель, и потому Бог сегодня дает нам возможность, чтобы мы ознакомились с этими событиями, и вот это все раскрывает наука-эсхатология, которая брала еще свое начало, в Средневековье, потом впервые она появилась в 1800-х годах через немецкого философа, который начал затрагивать больше эту тему, раскрывать о событиях последнего времени, и так сегодня это дальше развивается под таким названием эсхатология, то есть наука о последнем времени, и Бог нам через это говорит о том, что будет, как нам быть, что будет завтра, поэтому блаженны те, которые сегодня слушают, и не просто слушают, слушать это одно, но и исполнять. Петр Иванович, дело в том, что в наших проповедях, в наших учениях, зачастую это, но за исключением тех, которые, ну, в теме, которые изучают, внимательно исследуют книгу откровения, и сопутствующие материалы изучают, вот, но в основном нет систематического изложения, это то, что вы делаете и в семинарии, и в своей преподавательской деятельности, скажем, служении. Да, и это, потому что, потому что не все понимают разницу, может, и понимают разницу, но последовательно относительно печати, потом чаш, и труб, взаимодействие, есть ли хронологическая там последовательность или нет хронологической последовательности, то есть об этом мы будем говорить, но не сегодня, но об этих вещах мы будем говорить уже в последующих наших ближайших программах. Насколько это важно все-таки и место положения великой скорби до тысячелетнего царства, после тысячелетнего, а затем нету систематического богословия, как мы говорим, относительно таких вещей. Тайное восхищение или восхищение, или видимое восхищение. Пришествие Господа, первое воскресенье, второе воскресенье, где они находятся в периоде тысячелетнего царства. То есть эти очень серьезные, как мы говорим, ну не для всей категории людей, но для многих наших зрителей это очень интересно, тематика очень интересная. Продолжайте, пожалуйста. Да, откровения очень сложные, и человек своей способностью физическими глазами, он не способен всего это видеть, своим умом человек не способен все это понять, Бога и все, что будет. И потому иногда проповедники, служители даже сталкиваются с этой проблемой, касаясь этих моментов откровения, закрывают и берут что-то другое, проповедуют другое, потому что здесь очень сложно. Но для того, чтобы помочь в этом, я в этом заинтересованный, так посвятил себя этому, исследуя это, изучая с 91-го года, это уже вплотную, и так до сих пор, да. И тоже благодарю Бога, что это дает нам возможность сегодня с вами продолжать говорить об этом, чтобы дать какой-то толчок, какую-то помощь людям увидеть, что, да, откровение настолько сложно, иногда люди читают, как вы сказали, последовательность и думают, что так будет. Но это не так будет. Все оно будет как застигать одно другого. И потому сегодня хотел бы, чтобы мы заглянули именно, начиная шаг за шагом, исследовать, касаться вот этих моментов, которые раскрывает нам Библия по последнему времени. Пожалуйста, хотя бы по семи церквам, хотя бы чуть-чуть. Да. Когда мы говорим об этом положении, о временах этих периодов церквей, то это говорит, раскрывает нам отношение Бога, и в то же время и сегодня, ко всем нам, и которые сегодня мы находимся тоже в составе церквей. И сегодня же Бог хочет тоже и нам через это открыть, сказать нам об этом положении, которое важно для нас, которое имеет большое значение в вопросе нашего спасения. И то же самое, как тогда Бог обращался к этим церквям, и указывал на их недостатки, на их трудности, сложности. И помните, когда Бог обращался и показывал, что я вижу, вижу твое состояние, твое положение, как Ефесской, Пергамской, Смирской, всех остальных церквей, точно так же сегодня события развиваются, когда мы оглянемся назад, и мы видим, что все это так развивается, происходит дальше. И Бог через это показывает, что Он видит наше состояние, как мы бодруствуем, как мы проводим служение. И помните, даже Он говорит, что я вижу тебя, знаю тебя, что да, ты сохранил, то это сделал, а указывает дальше, имею к тебе претензию какую-то, да, ты оставил первую любовь, другой указывает на дела Николаитов, да, что одобряю, что да, ты этого не делаешь, тебе нет. Ну, а есть другие, которые это позволяют. Это серьезная, сложная тема. Ну, скажите, по теме, когда Господь обличает. Это же разница с тем, что Бог гнев свой будет являть через чаши. Это не то. Гнев будет проявлен через наказание для церкви или не для церкви все-таки. Это я наперед забегаю. Да. Вопрос гнева вот этого, когда люди говорят, и некоторые задаются вопросом, как понять любящее сердце Бога, когда Он проявляет гнев. Великая скорбь, надо это рассматривать, уметь видеть, она имеет свои предназначения, она имеет цель. Для чего Бог допустит великую скорбь? То есть вся эта, так сказать, ситуация, весь этот период, он разделяется на три таких момента, которые разделяются, как суды чаш, суды печати, суды труб, разные, которые имеют свое, так сказать, воздействие. Но с какой целью? Для чего Бог это допустит? Во-первых, это шанс последний, который Бог даст Израилю. То есть в этом надо видеть не злость Божью, но это гнев, справедливый гнев, который для того, чтобы проявить это воздействие, чтобы дать шанс, во-первых, Израилю все-таки остановиться, признать Иисуса Сыном Божьим и все-таки не потерять то, что Бог хочет им дать. Я понял. Петр Иванович, то есть то, что касательно посланий у семи церквей, и когда Господь, это в контексте нашей Божьей, когда Господь предостерегает или обличает, это не говорит о гневе или о судах. Вот это очень важный момент. Это не о том, а почему Господь к церквам, обращаясь, как к избранному народу, все-таки он преследует другую цель, чем ту, которую он будет преследовать для того, чтобы возвратить Израиль в лоно свое. Он в то же время, как к обратите Израиля, то же самое, но есть также и другая сторона, чтобы испытать всех живущих на земле, испытать грешников, каждому дать последний, так сказать, экзамен. Одна сторона для Израиля, вторая для людей, живущих. Испытать их, дать им еще шанс. И даже во время этой скорби еще, и тогда еще люди спасутся, те, которые пройдут, как написано, как головней через тот огонь, из огня. То есть это еще такой же шанс тем, которые где-то чуть допустили слабинку. Почему и разделяется святой и праведный. Есть люди, категория, которые не войдут вперед восхищения первого, потому что восхищение само разделяется на несколько периодов. Это не одноэтапный момент. И те, которые останутся на великой скорби, числа тех для того, чтобы еще дать шанс кому-то спастись, которые все-таки в то время не пойдут на то, чтобы принять начертание, принять на себя, так сказать, эту печать 666. И они даже будут обезглавлены, а не дополнить число избранных. Это еще такой шанс для них. Понял. Ну и возвращаясь к посланию семи церквам, все-таки вот то, о чем мы говорили, что когда Господь предостерегает и останавливает, и обличает, то есть Он это делает все-таки для своих. Для своих. Для своих. В первую очередь, конечно, всегда, это в первую очередь для своих, но в то же время Бог любящий всю Вселенную. Он любит всех людей. Но в первую очередь, конечно, Он обращается к своим. Потому что и все свои тоже имеют свои слабинки. Хотя и вошли в число святых, праведных, народ Его, рабы Его, но в то же время где-то есть слабинки Его. Чтобы им помочь восстановиться, исправиться, Бог через это действует. Это есть методы, через которые Бог формирует нас. Методы, через которые Он обрабатывает нашу веру, наше состояние. То есть там написано «к рабам своим». Да. Почему нечестивый человек не может, если он и пробует, ему не в состоянии толковать откровение, апокалипсис? Да. Потому что, как я сказал, человек не способен это видеть. И это может видеть только при том человек случае, когда он соприкасается с Богом, и Бог дает ему эту способность, открывает при помощи божественной мудрости. Не человеческой, а божественной. Когда Бог даст эту способность, даст эту мудрость, тогда человек может это уже увидеть. Пока Бог не дал, человек своей мудростью, своим зрением, своей способностью, мы являемся, духовно сказать, близорукие, а Бог дальнозоркий. И только через призму веры мы уже можем тогда это видеть. Пока мы ее не получили, мы не купили ту призму, пока не поставили эти очки, я не вижу те буквы, они расплываются. Точно так же и в этих событиях. Человек, который не соприкоснулся с Богом, а просто только интересуется, может быть, о Боге, он может слышать о Боге, но Бога не имеет, не знает, он не может это увидеть, он не может это пережить. Продолжайте. Да, так что потому очень важно сегодня в это такое тревожное время, когда перед нами то, о чем люди говорят, что вот впереди великая скорбь, очень важно сегодня задуматься, как это, что это будет за великая скорбь, какие это будут переживания, как мы сможем пройти. И Бог нам это дает через Иоанна, Он об этом говорит нам. Во-первых, для того, чтобы обратить Израиля к то же самое, так сказать, признанию Иисуса Христа, так, чтобы нас испытать, то же самое. И Бог обещал, что Он будет избавлять своих, как вы коснулись, что своих. Бог обещал, что Он избавит своих, Он так сказал в Откровении 3 глава, 10 стих, Он сказал такие слова, говорит, и как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от годины искушения. Обратите внимание, говорит, сохраню от, не до, не того, а от годины искушения, которая придет, то есть она впереди, ее еще нет, но она придет на всю Вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Это великая скорбь. Это время и великая скорбь. Искушение – это великая скорбь. Да, вот это тот экзамен, который мы будем проходить. И Он говорит, но это пошлет для того, чтобы сохранить. Он говорит, как ты сохранил слово мое, то есть зависит от того, как мы в каком отношении с Богом. Если мы с Ним в отношении сохраним Его слово в своем сердце, тогда Он проявит тоже защитное действие и нас от, говорит, от того, укроет, защитит. Так само, как Он поступил с Израилем, когда там было горе, страдание, плач, теряют первородных всех, такая беда, а одна такая кровь защитная на этих дверях, на косяках дверей, там дальше спокойно, спокойно. Почему? Потому что там они признали, повиновались, послушались. Тоже самое важное нам сегодня тоже прислушиваться Бога, иметь его в своем сердце, быть с ним в тесном контакте. И Он говорит, от этой годины, от этого бедствия Он проявит действие защищающее. Вот это и заставляет всех богословов, всех проповедников задуматься, когда мы говорим об этом, где же будет церковь, верная, истинная церковь Христа. Она пройдет через Великую Скорбь? Или она раньше будет взята, или она будет взята во время Великой Скорби? Через три с половиной года. Да, и вот тут и разбегается мнение богословов. Одни говорят, что церковь Бог заберет до Великой Скорби начала, другие говорят, это пройдет, она должна пройти Великую Скорбь, а третьи говорят, во время Великой Скорби. Но вот этот стих конкретно говорит «сохраню от». То есть в нашем вероисповедании вы учите, да, в евангельском вероисповедании христиан евангельской веры или… Вы знаете, я здесь путаю. Кто-то называет нас христиан евангельской верой, а меня один брат поправил. Нет-нет-нет, мы называемся евангельской верой христиане. Я говорю, так это игра слов. Нет-нет-нет, там вот что-то… То есть мы христиане евангельской веры или веры евангельской христиане? Кто мы, Петр Иванович? Мы, во-первых, я всегда ставлю слово «христиане». Во-первых, мы христиане. Чего? Какие христиане? Кому принадлежим вера евангельской? В это число входят и баптисты, и пятидесятники, и адвентисты. Я не исключаю. Я преподаю и у тех, и у тех. То есть, другим словом, мы сегодня смело можем заявить, в прямом эфире, чтобы все-таки церковь Иисуса Христа, она не пройдет период великой скорби. Да, она только с самого начала, вступительную часть, она, так сказать, увидит. Но это не будет еще событие такого горя огромного, а только будет идти такое обольщение, учение такое, отрывающее людей от истины, для того, чтобы люди доверились Антихристу, чтобы приняли начертания, и в это время, в первоначальном периоде этого времени, Бог свою церковь заберет. Да, и говорит с ним, тогда, которых он забирает, они с ним тысячу лет на облаках, а на земле после великой скорби наступит еще тысячелетнее царство, о котором мы будем говорить потом еще впоследствии. Ну вот, оно так примерно, образно пока обобщающе говоря, когда наступит это, начнет развиваться, как оно будет развиваться, это действие, которое дьявол сегодня готовит, Антихрист, и уже сегодня идут подготовительные операции к этому. Как вы думаете, кто является предтечей Антихриста? Есть ли он уже на земле или нет? Предтеча. Да, то есть, который выполняет подготовительную работу для того. Конечно, я другим словом называю, это подготовительные служебные духи Антихриста, которые выполняют подготовительную работу. То есть, или, скажем таким словом, тоже научный прагматизм. Все то, что готовит для дальнейшего будущего действия, конечно, сегодня происходит. И даже чуть забегая вперед, скажу вам, что вот это действие делается и даже через такую программу, которая называется нейронет. Не совсем это хорошо говорить, открыто так распространяешься, но сегодня 92 института, университета в мире работают над этой программой. Программа, которая имеет цель взять ум человеческий в дистанционное управление, чтобы человеку подталкивать его мышление, чтобы он делал, принимал, соглашался с тем, что ему будет диктоваться, управляться. Даже до такого дошли. Это уже сегодня работает, и это называется программа нейронет. Это разработчики американцы или европейцы? Да. Это всемирные, это не только одна сторона. Это во всем мире 92 высших учебных заведения, они уже работают. Так что это не одна личность, но я потом и так сказал, служебные духи. Это целая команда, огромная команда, которая сейчас работает в этом направлении. И снова же забегая наперед, то есть период правления антихриста, это не просто какая-то политическая, религиозная или социальная система, как некоторые говорят, что это просто, что это словосочетание, которое интерпретирует целую систему, не обязательно личность. Некоторые даже до такого дошли, что это какая-то система взглядов, как антихрист. Это все-таки личность? Личность, конечно, всегда в каждом, так сказать, деле есть какая-то личность управляющая, рулевая, но не только один человек, одна личность будет во всем этом рулить. Совместно это будет также через эту систему. Да, в каждой системе есть кнопка. То эта личность как-то кнопка. Но в то же время эта личность будет действовать, распространяясь все это влияние через систему, иначе ее хватит. Для того, чтобы это все охватить, должна быть система. Иначе можно все это разрушить. Одну личность, так это не тяжело убрать, одну личность. Но для того, чтобы это сохранилось, это будет, да, система целая. Кто работает на то, чтобы все эти пазы, они складывались, то есть все эти головоломки, это складывалось в определенную картину. Кто работает? Политики работают, работают религиозные деятели. Кто в этом более всего заинтересован? Ну, понятно, дьявол заинтересован. Но он через людей-то работает. Он через людей. Через людей, при том непростых людей. Конечно. Это наивысшие умы, наивысшие учебные заведения, которые склонны с целью своей даже выгоды. Они же в этом имеют выгоду. Какую? Финансовую. Все. Финансовую, да. Это первая, наверное, даже очередь финансовую. В то же время вкладывая деньги, они же спонсируют это. Это большое, так сказать, вложение. Два миллиарда ежегодно идет только на эту программу. Да. Это, так сказать, сильные люди, с которыми простым таким людям это не посильно состязаться. Но в то же время мы ничего не можем изменить. Потому что это в их руках. Это целая команда такая. Но в то же время эта команда имеет до личности, которая управляет. И называть это имя не обязательно, не хорошо это. Но это есть. Скажите, между первым периодом, как мы говорим, послание ангелу Ефесской церкви и последним периодом Лаодикии существовали ли на протяжении истории церкви, на протяжении периода 2000 лет, имели ли место элементы правления Антихриста в каждом из периодов? Какие-то элементы, что он все-таки ишел процесс приготовления уже к совершающему аккорду, как мы говорили. Было ли это? Определенные действия, натиски, такие, так сказать, почерк его действий. Конечно, это было, это имелось. И когда мы читаем, как их казнили, потому многие богословы допускали ошибку, что тогда уже имело место. Например, вот когда распиливали, когда убивали, казнили, бросали среди зверей, бросали в огонь христиан, это то же самое наступление натиски, но это в то время было для тех людей, которые жили в то время. Даже Нейрон, наверное, это был Антихрист. Ну да, и вот потому богословы предписывали Нейрона, как вы сказали, они брали, поставляли его имя, и каждая буква его имени имеет цифровое значение. И в таком конечном итоге они подсчитывали, делали, выходили к знаменателю 666. И утверждали, что да, вот это уже все великая скорбь, вот она печать, это начертание, потому что совпадает 666. Но они оказались в числе тех, которые ошиблись. Или за Ленина говорили. Да, так само за Ленин, так же само за Сталина, так за других. По-разному люди предполагали. В том числе и я сам в одно время так спланировался, когда даже во времена Горбачева читал книгу «Откровение 12 главу», первый стих там написано, о том, что восстанет Михаил, князь великий, стоящий за слов народа твоего. Я подумал, о, как стоит хорошо. Никто так не стоял, как он стоит. И дальше говорит, наступит время тяжкое, которого не было. Сразу же заставляет задуматься. Вау! При этом было получено в таком периоде жизни, а наступит, значит, мы вот во время Великой скорби, вот-вот наступает. При нем, оказалось, его уже давно сняли из того престола, хотя он сегодня является тоже одним из спонсоров команды одной такой. Ну, как есть, так есть. Но факт то, что в то же время я убедился в этом, что чтобы не быть числе ошибающейся, не надо предполагать, поставлять это имя, считать. Бог нам говорит для того, с целью, чтобы нас подготовить, утешить, что будет, и чтобы мы не страшили, что мы были готовы пройти, что бы мы не встретили. Все-таки мы должны готовиться к правлению Антихриста или к приходу нашего Господа Иисуса Христа? Конечно, к приходу, к встрече с Иисусом Христом. А то, что Антихрист, просто если мы уповаем на Бога, будем иметь его в своем сердце, будем иметь печаль, залог Духа Святого, это придаст нам способности остаться верными, пройти через все, что мы бы не встретили, и войти в небесную обитель. Петр Иванович, согласны ли вы чуть-чуть хотя бы, потому что вы глубоко в теме и преподаете много на этот счет, согласны ли вы хотя бы чуть-чуть приоткрыть нам завесу? Хотя бы чуть-чуть по времени. А знамения последнего времени, по Писанию, они разворачиваются на наших глазах, как мы говорим, красноречиво. Согласны ли вы приоткрыть завесу все-таки детям ли или внукам ли нашим будет иметь место начало Великой Скории? Да. Или ироновато я задаю вопрос? Нет, вы вовремя задаете, потому что мы не знаем, когда это может начаться более активно, но сегодня уже идет этот процесс, и кого-то уже даже захлебнуло, так сказать. И потом очень важно сегодня быть внимательным к тем голосам, которые уже работают. Это обольщение уже имеет, так сказать, свое действие. И когда мы читаем, вот, Откровение 6 глава, 2 стих, который начинает нам раскрывать, как он действует лукаво для того, чтобы захлебнуть нас, как дедушек, бабушек, сыновей, дочерей и дальше внуков, правнуков, будущие поколения, то здесь говорит во 2 стихе 6 главы книг Откровения, Иоанн описал, говорит, «Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, то есть этому всаднику дан венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить». Вот это уже показывает сразу нам об этом хитром, тонком, таком лукавом действии, которое приносит ложное учение отвлечь. Во-первых, когда мы читаем этот стих, мы можем заметить, что конь белый. Все люди допускают мысли. «О, так это от Бога, это же хорошо, но это не так, это замаскированный». На коне всегда победитель приезжал в город, который одержал победу. Люди встречали его, и это символизировало победителя. И вот он принимает вид этот, принимает вид Ангела Света, написано. Ял настолько маскируется, принимая вид Ангела Света. На нем этот всадник, но в руке у него, как мы почитали, лук. О чем говорит слово лук? То есть его сила ограниченная. Он не может своей силой поразить, достать далеко. Лук может на определенное расстояние, скажем, там 30 метров, 50 метров, даже пускай 100 метров, но на километр, на 10 он не достанет. Значит, это показывает, что мы должны задуматься над этим. Кто на этом коне? Это Христос? Конечно, нет. Христос не ограничен своей власти и силой. Ну а на белом коне всадник? Значит, это говорит о том, что вот он как маскируется и идет под видом Христа с целью победить. Он идет как победоносный, принял вид победителя и даже, говорит, и был дан ему венес. То есть, как это звание, вот вроде бы он победитель, но слово само, которое говорит, как победитель, снова нас, всех христиан, проповедник учителей, заставляет в этом видеть. Христос на Голгофе, он не был как победитель, а был победитель. Он одержал победу. Потому это значит, это что Бог открыл Иоанну, сегодня подсказывает нам, что это замаскировано, построено. Ложное такое учение, которое сегодня приходит к людям, чтобы люди доверились, признали его, приняли его. То есть, как Христос был на земле три с половиной года, проповедовал, ходил во плоти на земле, и так дьявол сегодня, антихрист тоже пытается, уже начинает это делать, и делает, и будет делать, с целью тоже увлечь людей за собой. То есть, есть параллели. Да. И, кстати, он, дьявол, он прекрасный копирователь. Да, да. Он так же самое копирует. Он идет как победоносный, принимает вид, что он победитель, но на самом деле он не победитель. И потому сегодня мы должны быть осторожными, чтобы не попасть под это ложное учение. Друзья, у нас в эфире Петр Иванович Пасечник, старший пастырь церкви. Название церкви, пожалуйста. Сион. Сион, да, совершенно верно. Мы беседуем относительно науки эсхатологии, или апокалипсиса, наука, о последнем времени. А если так вы коснулись всадников, кроме этого, там в Откровении и другие всадники есть. Да, да. Когда мы сталкиваемся с изучением Дни Откровения, то после этого, когда мы видим вот этого, так немножко обговаривая всадника, который идет с таким хитрым ложным учением, когда мы посмотрим дальше, на второго всадника, интересно, даже цвет указывается. Откровение, 6 глава, 3 по 4 стихи, описывает его и называет этого всадника, который идет по цвету рыжий конь. 6 глава, 3-4 стих. Когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящий, иди и смотри, и вышел другой конь рыжий, и сидящему на нем дано было взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. Бог войны с маленькой буквы, или кто это? Войны какой, посмотрите, цвет рыжий говорит, что этот конь рыжий, это говорит о том, что значит начало еще только. Он не красный. Красный это символ крови. А черный? А черный впереди мы еще столкнемся с этим. Это огромное горе, беда, которая постигнет землю. Но вот этот первый рыжий, это значит в белый цвет, то есть спокойство, мир, хорошо все, добавить немного красного и станет рыжий. Изменяется. То есть начало кровопролития начинается. Вот это уже после того, когда было обольщение, какой-то период времени. Дальше начинается уже развиваться то, что здесь говорит, было дано ему взять мир. То есть между людьми начинается распри, несогласие. Начинает доходить дело уже до каких-то сражений, но еще не настолько убийственное. Но уже частично есть кровопролитие. Потому рыжий конь. Дьявол, то есть уже начинает проявлять такое действие и говорит, и было дано ему, чтобы взять мир с земли и чтобы убивали друг друга. Что происходит сегодня? Посмотрите, даже, скажем, Украина наша, не будем где-то еще даже говорить. Что происходит? Непонятно. Никто не может разобраться толком, что к чему. И один другого убивают, но еще не настолько масштабно. Но уже частично есть. Вот это значит рыжий конь. Вот это примерно вот такое время, которое говорит, подсказывает о том, что приближаемся. Мы в преддверии. Вот оно. Начинает развиваться вот такое событие. Вы поправьте меня, если я запамятовал. По-моему, период Великой Скорби – это пятая печать. Пятая печать, да? Или было переплетение... Во время Великой Скорби она разделяется на три части судов. Суды печати. То есть, этот момент Великой Скорби разделяется на суды печати. Первая печать – это идет обольщение. Первый всадник на белом коне. Вот этот всадник рыжий – это уже идет под второй печать. Когда он снял вторую печать, когда он снял эту вторую печать, печать говорит о том, что было недоступно, никто не имел права, никто не знал, не видел. Кто дает право снять печать? Кто может это сделать? То есть, это попущено, дано время от Бога. Когда Христос позволяет уже, как Иову, не имел возможности дьяволу коснуться его, но когда Бог позволил, тогда он начал терзать его тело. Тогда он начал издеваться, так сказать. Так и это во время Великой Скорби. Если Бог не допустит, если печать не будет снята, он не сможет этого делать. Но наступит момент, когда Бог снимает, то есть, Бог позволяет, чтобы это развивалось. С какой целью? Для того, чтобы все-таки пришел тот момент воздаяния, которое Бог хочет воздать своему народу за их недобрые дела. Те, которые не примут Бога, получат за свои дела. Потому Христос говорит, что Он грядет, чтобы воздать каждому по делам Его. Кто что делает, кто получит. Хочет или нет, но никуда не денется. Как вы думаете, Петр Матерьевич, почему, ну, понятно, это Бог в своей великой мудрости, так Он, как мы говорим, соблаговолил и так учредил, что оно взаимосвязано, например, окончание седьмой печати, оно чередуется с первой трубой, а потом окончание уже седьмой трубы чередуется с первой чашей гнева. То есть, почему, есть ли какое-то объяснение, что в начале печати потом идут трубы, потом идут чаши? Как вы толкуете это? Я-то всегда толкую вот так, делаю этот шаг, пока, значит, рассматривая, что происходило во время первой печати. Было обольщение, но еще не было кровопролития. Во время второй печати пришел этот садник второй, рыжий. Началось частичное, так скажем, умирание мира нет. Во время третьей печати, где, говорит, тут шестая же глава, пятый, шестой стих, это конь вороной, то есть, это цвет смерти уже наступает уже на земле вот такой тяжелый период времени, что человеческое тело уже тогда не может сопротивляться уже тому, что наступило, что пришло, такое горе. И даже так будет тяжело трудиться люди, что будут работать весь день ради того, чтобы получить один генарий. То есть, за весь день сможет человек заработать на ту порцию хлеба, которая ему нужна. Это катастрофа. Экономический кризис. Такой кризис, что человек не может прокормить свою семью. Он за весь день работы заработал только на порцию своего хлеба для него. А чем он поделится, как распределит это на всю семью, на жену и на детей? Это придет. Это придет. То есть, это уже развивается, как тот снежный ком, уже третья печать. И потом, даже после этого, такого экономического кризиса, почему это придет так? Потому что Бог допускает, что происходит во Вселенной такое влияние, воздействие, что поражает растительный мир, поражает воды, поражает все, что в водах. Происходит вот это повреждение, и это приходит в негодность, и люди не могут содержать себя, не могут выращивать те же продукции. То есть, растительный мир идет, повреждается. Повреждается. Повреждается через это, и потому приходят такие трудности. После этого коня, следующий, четвертый момент, четвертый такой период печати, когда уже наступает мрачный такой ужас, который приходит как невод, который захватывает. Тут же 6 главе, 7 и 8 стих говорит, когда он снял четвертую печать, я услышал четвертого животного горящего идеи, смотри, я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть. Само слово такое же говорит страшное. И ад следовали за ними, дана ему власть. Над четвертой частью земли, четвертая часть земли, умершли на мечом. Если сегодня на земле живет 7 миллиардов людей, то посмотрите, четвертая часть, это почти 2 миллиарда людей, моментально все погибли. Представляете себе ситуацию? Столько людей умерли, это, во-первых, какой неприятный воздух, моментально столько людей не так просто убрать, похоронить, какой горе страшное, сильно пришло в землю. И вот это действительно тот меч, который умершвляет, и говорит, дана ему. Кто этот дающий? Это Бог дал. Бог допустил, чтобы это происходило. Почему? Потому что люди отвернулись. И вот так это событие пока развивается. По нашему мы смотрим, да, вот так одно за другим, и дальше, потом уже вперед идет пятой печати, которая говорит, Иван это увидел, и описывает это с 9 стиха, и по 11, и снова говорит, когда снял вот эту же печать, дальше пятую, то возопили они громким голосом, говорят, да коли, владыка, святой истины, не мстишь, не судишь, не мстишь живущим на земле за кровь нашу. И даны были каждому из них одежды белой, и сказано им, чтобы они еще успокоились. И то есть, дано такое время, еще передышки времени, еще выдержки чуть-чуть. Это вы говорите... Наступает выдержка, в период пятой печати. Вот в период пятой печати, это те, которые были убиенные, это те, которые в восхищение церкви не попали. Да, они еще остались. И оставили их для вот этой... Вот, вот это да. Они остались, прошли, как бы сдали тест, они не сломались, они не приняли это начертание, но они дополняют, они приходят, они получают снова те же одежды, то же самое, они дополняют. Пришли от великой скорби, То есть, кому-то придется пройти это. Во время шестой дальше печати вот так развиваются события, то есть, пока печати, рассматриваем, вот так смотрим одну за другой, дальше идет шестая печать, ну, и во время шестой печати то же самое говорит, что о том, что настолько будет поражено и солнце, и луна, и звезды, что же является, что говорит, что луна сделалась, как кровь. Откровение шестая глава, двенадцатый стих. Что такое луна? Она не имеет своего света. Она отражает свет солнца. Мы с вами, христиане, сегодня мы уподобляемся этому. Мы свет миру, Христос называет нас, мы должны отражать. И тут говорит, и в то время померкнет луна. То есть, что произойдет? Вера в народе угаснет настолько. Не будет того отражения, не будет вот этой отдачи, не будет этого происходить. Такое будет поражение сильное. Люди не выдержат, многие, то есть, многие сдадутся, скажем таким словом, упадут в этом, не выдержат этого натиска. Звезды написано, тоже спадут с неба. О чем это говорит? Звезды, то есть, люди, которые отличались чем-то, видны, мы называем в этом мире звезды, то же самое, померкнут, упадут. Даже в христианском мире. даже в христианском мире. Потому сегодня мы можем слышать об этом, что да, вот там тот упал, этого сняли со служения, там это произошло, и сегодня этого есть. Даже за последнее, вот сейчас время, последние дни, и не говоря, где-то ком-то, но у нас в Молдавии даже, откуда я сам родом, последние дни троих служителей сняли со служения. О чем это говорит? Вот те же звезды, вот начинается вот такое же подобное действие, умрачающее, сияние, отражение света, этой луны, тех звезд. То есть, когда мы интерпретируем толкование откровений, и когда встречаются вот такие вот истины, о чем вы говорите, мы переносим их в плоскость нашей духовной жизни. Потому что всякая истина параллельна. Да, да, да. Это очень интересно. И то, что мы видим сейчас, то это как те шаги, да. Подтверждаешь ты, что вот, значит, мы где-то вот в этом преддверии. То есть, Петр Иванович, получается, что печати это начало, и оно идет по восходящей, пока не идет уже через трубы к чашам, уже это уже иллюминация будет, не иллюминация, а завершающая уже, да, чаши, я так понимаю. То есть оно идет по... Да. Печати, как начинает тут развиваться вот это горе. Трубы, когда мы уже сталкиваемся конкретно уже с периодом труб, то показывает, что еще больше, как оно развивалось. Ну, например, если мы смотрим вот это во время чаш, во время печати вначале, что да, было обольщение, потом частичное кровопролитие, а потом уже даже четвертая часть пострадали. Когда мы касаемся конкретно периода труб, мы видим то же самое, что люди так страдают, такое горе, то есть оно как бы больше начинает нам разрисовывать, как художник, который вначале сделал эскиз рисунка, набросал человека, а потом начинает добавлять, разукрашивать его кофточку, там, или пиджак его, добавляет цвета и становится еще красивее. Вот та же самая через Иоанна Бог описывает вот это событие великой скорби. Вначале как эскиз такой общий через печати, а потом через трубы, которые дополняет, расписывает более подробно нам понятнее ситуацию, но она охватывает уже вторую часть больше, потому что трубы больше говорят именно о таком горе-страдании уже, не о периоде обольщения, то есть как вторая часть печати, оно как застало, захватило то. Когда описал периоды этих труб, что будет происходить, когда это будет проявляться, когда позволено уже им, что они издают свои звуки, почему труба? Труба – это сигнал определенный. В армии, когда служили братья, кто служил, утром подана команда, вышел один с трубой в руках, издал звук, сигнал, подъем всем, вставайте. То есть это будет сигнал от Бога. То есть во время печати, когда вот это будет горе, погибает четвертая часть людей, звучит труба. Это сигнал от Бога, еще раз пробуждающий. Посмотрите, что происходит сегодня вокруг вас, посмотрите, что с вами, посмотрите на свое состояние, остановитесь. То есть еще шанс Бог дает и для тех людей, которые в то время же будут жить. И потому вот так трубы перехватывают, заходят как бы в тот момент, когда то горе, страдание, как бы дополняя, вот оно. Обратите внимание, прислушайтесь. Но кто на этот сигнал не обратит внимания, и потом дальше застегает уже и период этих чаш. То есть настолько уже горе, чаши, которые уже ужасные, невыносимые, что люди еще более страдают и будут искать себе даже смерти и просить горам, чтобы покрыли, упали, но невозможно будет найти выхода. Потому что чашу, когда выливаешь, ты не можешь остановить, оно дальше потекло, кругом распространилось. Мы говорим сегодня относительно такого, казалось бы, маленького периода, включающего и печати, и трубы, и чаши, семилетний период скорби. Мы еще в будущих программах будем относительно Армагеддона говорить. Потому что ряд из наших зрителей, они путают, в какой части из этого, из этой хронологии. Совершенно верно. Потому что я так понимаю, что Армагеддон ожидает в конце тысячелетнего царства. Это же не в начале тысячелетнего. Поэтому эти вещи очень правильно расставить свои места. Некоторые даже учения по этому вопросу, особенно со стороны Святили Иеговы, были, я помню, даже в 1974 году, и мне лично говорили, вот уже Армагеддон сейчас. А где же он? Великой скорби еще не было. Великая скорбь говорит конкретно, что будет такое время, когда мы не сможем ни продать, ни купить. Если мы сегодня можем купить и дом, и два, и три, кто сколько купит, я лично. Нет, я живу в Ренте. Но если человек может сегодня купить и пару домов, и пару машин, то это еще не горе. Дай Бог, чтобы мы при таком жили еще дальше долго. А ну-ка, бизнесмены, бизнесмены, благословите этого служителя, благословите этого. Ну-да-да. Вот, и может Господь расположит в сердце какого-то бизнесмена, вот, чтобы это, один, знаете, это к тему, к тему, скажу, один из братьев узнал, какая машина у меня, вот, увидел, на какой машине я езжу, и мне звонит через несколько дней, у меня машина 96-го, Toyota такая, на которой 300 тысяч пробег, он звонит, говорит, братюра, Lexus, дарю тебе красивый, красивый, дорожный Lexus. Вот, понятно, что я отказался от Lexus, вот, говорю, я предпочитаю BMW, поэтому, вдруг Господь расположит дом приобрести для служителя. Я говорю просто, это к тому, не то, что с какой-то такой целью, я говорю, это стоит целью, что мы увидели, что мы еще не находимся в периоде скорби, раз мы можем себе позволить еще что-то купить, а там уже нельзя будет ни продать, ни купить, то, значит, мы еще не вошли полностью в период скорби, но мы в преддверии, потому что вот эти события происходящие, они заставляют нас видеть, что происходит вот такое развитие уже событий. Дело в том, что мы можем и чуть-чуть и пошутить с разными некоторыми бытовыми вещами, но относительно вот этих таких животрепещущих и вечных истин, тут, ох, как нельзя шутить. Это же вопрос жизни вечной. А Армагеддон, это будет уже сражение, да, мы поговорим об этом, когда дьявол будет освобожден еще и будет обогщать людей уже из живущих в тысячелетнем царстве на последнюю брань против Христа. Ну, мы потом поговорим об этом, да. То есть, настолько оно увлекательно и очень и очень интересно. Но для тех, которые хотят видеть в этом панораму последних дней, для тех, которые не хотят видеть панораму, оно сложно, оно такое завалюлированное, оно такое непонятное. Нам нужно для этого вот потому, чтобы не ошибаться и чтобы самим не истолковать, не учить, скажем, искаженно, но мы должны вникать вот в это. Знаете, я скажу вам откровенно, пару дней назад я слушал дискуссию между тракистами, так мне включили и сказали, задали мне вопрос тоже по этой теме. Тракисты разговаривали между собой по связи, что вот Бог дал Израилю тогда два крыла для того, чтобы спасти. Да, есть так написано, что дал два крыла, но они объясняли там, что два крыла это значит старый завет и новый завет Бог дал. Скажите, пожалуйста, я задал тогда вопрос кинул так тем, которые размышляют, там говорили, когда Бог выводил Израиля из Египта, Он им там дал новый завет? У них там был новый завет, когда они выходили из Египта? У них понятия не имели они об новом завете. Потому, это неправильное учение, когда мы будем говорить, что тогда же там Израилю было дано, эти два крыла это символ Ветхого завета и Нового завета. Они понятия не имели о новом завете. Новый завет уже после того, когда Христос умер на кресте. И тогда уже после этого формируется Новый завет. Путем его пролитой крови дальше говорит формируется вот это все. Так что это неправильное толкование. И вот из-за таких вот ошибок, когда не придаем значения при этом размышлении, мы можем и сам не так понимать, и кого-то учить. Да, потому надо вдуматься, вслушаться. в ваших ваших уроках, которые вы преподаете, есть ли фрагмент или сегмент относительно все-таки жена, которая убежала в пустыню? Мы сможем в будущем об этом поговорить? Есть у вас, да? Потому что жена и невеста это две разницы, когда Бог говорит, упоминается это откровение, что такое жена, кто она такая. Так же самое, когда речь уже дальше идет о невесте, кто она, что. Да, так же самое называют жену-блудницей, кто эта жена-блудница. Да, если будет возможность, буду рад поделиться этим. То же самое. О ком это же речь? Что это за жена? Осталось, вижу, несколько минут. Почему, почему вот в ваших изысканиях все-таки вы решили, ну, это от Господа приходит, я понимаю, по большому счету, почему вы решили углубиться все-таки в откровение и преподавать этот предмет? Наверное, меня так толкнуло, что тогда, когда я поступил в семинарию, первую, это было в Одессе, у Санникова, в 91-м году, один из просветеров попросил меня, чтобы я нарисовал схему этих событий, как они будут развиваться. Он поделился немного со мной этим мнением, мыслями и предложил, говорит, ты мог бы нарисовать, а я как в прошлом был и художником в то же время, это параллельно. И я нарисовал тогда такую схему, большая, как этот экран ваш, примерно такой, я тогда нарисовал. И это меня начало тянуть к тому же, я же рисую, я же пишу, ставлю, а что это подробнее? И вот так оно тянуло меня с тех пор, и я стал вникать в это, исследовать. Потом мне попала также литература уже, которая служила мне как в помощь для этого размышления. Стал над этим работать и развивать так. Мне стало это просто интересно. Потрясающе интересно. Несколько недель назад, буквально в Риме, с нашими некоторыми сотрудниками, мы были в библиотеке Ватикана. Вот и ходили люди туда-сюда, и там огромная картина нарисована, написана, точнее, одним из выдающихся в свое время несколько сот лет назад живописцев. Называется «Страшный суд». И вот там нарисована эта вот, так сказать, картина, панорама страшного суда. Я так ходил и смотрю, и кто-то улыбается, кто-то смеется, кто-то там над чем-то шутит, а я думаю, это намного серьезнее. Так в душе. И с друзьями мы начали. Это намного серьезнее, чем эта картина. Человека ждет страшный суд. И этому быть место. Этому быть место. Поэтому наша цель сегодня, друзья, чтобы все-таки заострить внимание, может, некоторых из вас, из нас, относительно этих серьезных, очень серьезных. Мой отец так говорит, любит говорить, совсем можно пошутить. Но с вопросами жизни вечной и спасения шутить никак нельзя. Я бы попросил, Петр Иванович, чтобы вы совершили молитву. Сейчас наша программа завершается. Но не завершается работа Духа Святого в твоей жизни, может, в твоей семье, относительно этих откровений, о чем мы говорили. Мы встанем на ноги и совершим молитву. Пожалуйста. Отец наш Небесный, привлечим Твоим, приглечим голову и сердце. Из глубины сердества выражаем Тебя благодарность за то, что Ты есть наш Отец, Ты наш Спаситель. Мы приглечим Твою и благодарим за это время, чтобы мы могли провести вместе, рассуждать на Словом Твоем. Благодарим, что Ты нам, Господи, показываешь, открываешь, говоришь о тех событиях, которые впереди. Это подтверждает, что Ты нас любишь, Ты озадачен нашим будущим. Помоги нам, Господи, дальше вникать, вдумываться и правильно организируя свою жизнь, стремиться к тому, чтобы достигнуть и быть участниками той вечной радости. Помоги, Господи, каждому благослови всех, да будешь Ты прославлен в нашей жизни. Отецственный Дух Святой. Аминь. Аминь. Друзья, благодарим, что Вы были с нами. Петр Иванович Пасечник был с нами. Мы будем снова встречаться в следующей программе. Помните, Иисус Христос любит вас. Мы начинали с третьего стиха первой книги Откровения, первой главы книги Откровения. Блаженный, соблюдающий и слушающий. Поэтому Бог да благословит вас соблюдать и слушать и принимать. Всего хорошего. Иисус Христос любит вас. Мы также любим вас. Оставайтесь с нами на импакте и будьте благословен. Спасибо. 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 Залфинбор. Также вас. Иисус Христос любит вас. Иисус Христос любит вас. Спасибо. Спасибо. Иисус Христос любит вас. Иисус Христос любит вас.